По итогам первого дня 27-й конференции ООН по климату наметилась доминирующая тема. Призывы развивающихся стран к богатым заплатить за тот вред, который причинили их выбросы. Во время своих выступлений сразу несколько лидеров заявили, что страны северного полушария должны возместить те потери и ущерб, которые уже ощущают на себе более бедные страны, в основном к югу от экватора. На долю Африки приходится менее 3% загрязнений, ответственных за изменения климата. Но она наиболее сильно страдает от последующего кризиса. И поэтому будет справедливо и правильно, если эта конференция примет необходимые меры для признания особых потребностей и реалий Африки. Премьер-министр Барбадоса, чье островное государство все чаще страдает от экстремальных погодных условий, была одной из тех, кто обвинил индустриальные страны в том, что они оставили развивающийся мир на произвол судьбы. Мия Мотли также отметила отсутствие помощи со стороны развитых северных стран в переходе на климатически безопасные технологии. Наши возможности доступа к электромобилям или наши возможности доступа к батареям или солнечным панелям ограничены теми странами, которые имеют доминирующее присутствие и могут производить их для себя. Но глобальный юг остается во власти глобального севера в этих вопросах. Богатые страны ранее обязались выделить развивающимся государством 100 миллиардов долларов в год, начиная с 2020-го. В качестве помощи по повышению устойчивости и экологичности их экономик. Но пока, по данным ООН, эта сумма достигла лишь 83 миллиардов долларов.